В 2020 году в стране вступил в силу федеральный закон номер 145 о внесении изменений в статью 16 Федерального закона о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Закон регулирует розничную продажу алкоголя в кафе, столовых и ресторанах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Алкоголем возможно торговать только в залах обслуживания посетителей не менее 20 квадратных метров, однако региональные власти могут регулировать этот закон на местном уровне, например, увеличить размер обслуживающей площади или установить полный запрет на продажу алкоголя. В ноябре прошлого года мэр Магадана Юрий Гришан внес на рассмотрение в областную думу законопроект, согласно которому минимальная площадь залов общепита в жилых многоквартирных домах должна составлять не менее 100 квадратных метров. Такие действия главы областного центра инициированы в связи с борьбой с ночными магазинами, оборудованными стульями и столами в народном жаргоне наливайками. 14 января этого года правительство Магаданской области опубликовало законопроект, запрещающий реализацию алкогольной продукции в кафе и розничных торговых точках, расположенных в многоквартирных домах. Данная мера уже затронет не только наливайки, но и большую часть продуктовых магазинов города. По словам опрошенных предпринимателей, принятие данного законопроекта повлечет экономические и кадровые убытки. Оборот алкоголя не спадет, а перетечет в другое русло, например, в уже действующую ночную доставку. Сегодня, ограничивая один канал, мы перераспределяем поток продажи алкоголя в другие каналы. То есть мы не достигаем самой главной цели – ограничения продажи алкоголя. Поэтому, на мой взгляд, данный законопроект не позволит ограничить продажу алкоголя, а исключительно перераспределит канал продажи. Поэтому, я думаю, надо дорабатывать и определить точки борьбы исключительно с теми вещами, которые на сегодняшний момент работают в полулегальной сфере. Это так называемые наливайки и это интернет-торговля. Мы как предприниматели, как работодатели и работники, те, которые работают в этих магазинах, понесут какие убытки. А убытки могут быть серьезные. Почему? Потому что комплексный магазин, в котором есть в том числе отдел виноводки, это рабочие места, это торговля, это как бы законченный цикл, будем так говорить. Поэтому, конечно, я думаю, что этот проект закона, он совершенно не просчитан с точки зрения экономической. Точку зрения предпринимателей против законопроекта также поддержали и представители общественности. На уменьшение алкоголя, потребление алкоголя это никак не отразится, совершенно точно, потому что это культура питья, она зависит не от количества, а именно от культуры. Это первое. Второе, действительно, я думаю, что экономическая составляющая тут как бы негативная. Потому что это рабочие места, это поступление налогов в разные уровни бюджетов. Поэтому масса, скорее всего, отрицательного, нежели всем положительного. Запрет продажи алкоголя в домах, в многоквартирных домах, он придет к чему? К тому, что в конце концов предпринимателей придется закрыться. Потому что именно 30% выручки идет из, состоит из продажи алкоголя. Соответственно, если на 30% выручка упадет, то магазин придется закрыть. Это повлечет к чему? Во-первых, уменьшение налоговых поступлений, потому что бизнес будет закрыт. Люди будут уволены или сокращены. Ну и, соответственно, это потеря рабочих мест. И, соответственно, другими, кто смогут занять, допустим, эти места, особенно сейчас в пандемию, таких предпринимателей не будет. То есть, соответственно, пострадают еще и собственники помещений, которые сдают в аренду данные помещения. Плюс надо не забывать о том, что все-таки около 80% по городу Магадану розничная сеть находится именно в многоквартирных домах. То есть, люди не смогут переориентироваться быстро и построить новые все магазины или торговые площади. По мнению бизнеса, чтобы избавиться от массового распития алкоголя населением, необходимо бороться не с количеством продаваемой продукции, а развивать соответствующую культуру. Что произойдет с розничными магазинами Магадана и наливайками, покажет позиция самих жителей областного центра.